О главных белорусских новостях недели всего за 10 минут в новом выпуске. Все сразу приступим. Самой обсуждаемой темой недели стала угроза войны и повисший в воздухе вопрос, покинут российские войска Беларусь или все-таки нет. А также в фокусе внимания были спасение мыслителя Беларуси, пранк повиновения для ебатик и не вечный диктатор. Все подробности сразу после быстрого напоминания о том, что следить за честными новостями от Маланки можно во всех соцсетях. Подписывайтесь, читайте и смотрите там, где удобно. Анонсированной 16 февраля войны не случилось, несмотря на все сливы и предсказания разведок разных стран. Однако напряжение хоть и спало, пока никуда не ушло. Украина в полной боевой готовности, как и страны ЕС США. План эвакуации Киева готов, а в страну не пускают мужчин белорусов, которые могут представлять угрозу безопасности. Чтобы выразить солидарность стране соседки, Светлана Тихановская встретилась с мэром украинской столицы Виталием Кличко и обсудила помощь бежавшим сюда белорусам. Хотя диктаторы продолжают повторять как мантру «все войска от границы мы уведем», а из Беларуси, смотрите, уже и танки потихоньку уезжают. Однако, несмотря на эти заявления, в НАТО уточняют, что реально доэскалации не происходит, а число военных в некоторых регионах только растет. Накануне официальной даты завершения учений Путину Лукашенко снова встретились, чтобы, цитата в числе прочего, обсудить актуальные проблемы европейской безопасности. Однако, какой смысл они вкладывают в эти слова до конца, как обычно, непонятно. С сегодняшнего дня, по заверениям двух диктаторов, российские войска начнут покидать Беларусь. И все бы хорошо, если бы не брошенная Лукашенко фраза о том, что вывести военных из страны можно за сутки, но они будут в Беларуси столько, сколько нужно. Что вселяет, прямо скажем, мало оптимизма. Тем более, что напряженная ситуация на руку непризнанному президенту, который на неделе заявил, что если будут угрозы со стороны Запада, он будет править вечно. А в стране, к тому же, разместят сверхъядерное оружие. Впрочем, кто для кого представляет угрозу – еще большой вопрос. Ибо Польша, к примеру, уже возводит бетонную стену высотой более пяти метров на границе с Беларусью. Работы планируется завершить к июню. А еще в стране соседки начали расследование контрабанды мигрантов, причем среди подозреваемых – белорусские силовики. На границах вообще на неделе было неспокойно, не обошлось даже без бунта дальнобойщиков, которые устали стоять в многокилометровых очередях на пропускных пунктах и даже решили взять ситуацию в свои руки. Вышли на дорогу и самостоятельно начали регулировать движение фур. Главной экономической надеждой недели стал кредит, который и так мечтала получить нелегитимная власть. Режим запросил у Евразийского фонда стабилизации и развития 3,5 миллиарда долларов. Но там ему ответили, что такой возможности сейчас никак нет. И только Москва, кто бы сомневался, готова оказать Беларуси небольшую поддержку и рассмотрит вопрос рефинансирования долга примерно в 1 миллиард долларов в год. По этому поводу Лукашенко даже задумался о том, чтобы признать ЛНР и ДНР, так сказать, в знак благодарности. Тем временем, Светлана Тихановская напомнила о том, что более 3 миллиардов евро страна получит сразу после проведения новых выборов. И пойдут эти деньги от ЕС не на репрессивный аппарат, а на стабилизацию экономики и необходимые реформы. И без них ситуация явно не улучшится. Инфляция остается на том же уровне, а чиновники обвиняют во всем импортные товары. Мол, это они ухудшают ситуацию, а значит, нужно насыщать полки отечественной продукции. Озвучены были и планы на год, которые должны сдержать рост цен. И тут ничего нового. Нелегитимное правительство собирается и дальше искать новые способы ручного управления ценами, а также разработает специальную методичку, чтобы правоохранительные органы выявляли нарушения в этой сфере. Так что теперь и в экономике без силовиков никак. Но даже такие меры не помогают избежать дефицита некоторых товаров. Вслед за овощным кризисом наметился и сахарный. В Беларуси ввели на него лицензирование, которое призвано ограничить экспорт этого продукта. Пока в течение полугода. Аграрный скандал недели разгорелся вокруг семян картофеля, которыми торгует Беларусь. В Армении обвинили белорусских поставщиков в подделке. Мол, они под видом элитных семян продают европейские с другой этикеткой. Однако их качество оставляет желать лучшего. В связи с этим в стране даже собираются бороться с подобным надувательством на законодательном уровне. Тем не менее, МИД отчитывается, что за прошлый год Беларусь нарастила экспорт отечественных товаров практически во все регионы мира. Но по мнению экспертов, рассчитывать на долгоиграющее экспортное чудо не приходится из-за санкции. Вслед за Литвой и Украина ввела ограничения на транзит белорусских удобрений в страны СНГ и Балтии. Сколько они будут действовать, неизвестно. Но по прогнозам экспертов, до середины года Беларусь-Калий будет испытывать серьезные трудности с продажей своей продукции. А если за это время не удастся переориентировать транзит на Россию, то потери составят не менее миллиарда. Слово о том, почему Украина пошла на такие меры и стоит ли ждать новых санкций из-за угрозы войны при участии Беларуси, мы в подробностях поговорили с экспертами в нашем стриме «Народ спросит». Ссылка в описании к выпуску. Кстати, Беларусь-Калий не единственный флагман страны, столкнувшийся с проблемами. Долги по кредитам и займам крупнейших предприятий побили исторический рекорд. Больше всего долгов накопили флагманы Гродненской области. Чтобы хоть чем-то скрасить ситуацию, нелегитимное правительство пообещало уже в начале следующего месяца порадовать пенсионеров и платить им на 7% больше. Ради этого режиму пришлось взять на себя такую нагрузку, это цитата, которая сравнима с расходами развитых стран. А вот в других сферах режима раскошеливаться не собирается, а готовится и дальше закручивать гайки. Так Лукашенко обязал парк высоких технологий создать реестр адресов виртуальных кошельков, которые используются для оборота криптовалюты. Все это, конечно, необходимо для того, чтобы пресекать финансирование якобы противоправной деятельности. На деле же с начала протестов криптоплатежи стали одним из самых безопасных способов поддержки пострадавших от репрессий белорусов. Но указ уже подписан, кто бы сомневался. Неудивительно, что в новом рейтинге индекс экономической свободы Беларусь опустилась на 40 позиций и заняла последнюю строчку в европейском топе. А если рассмотреть мировой, то окажется, что наша страна даже ниже, чем Уганда, Нигерия и Мали, в том числе из-за коррупции на всех уровнях власти. С другими рейтингами и исследованиями ситуация не лучше. Народное антикризисное управление их проанализировало и представило отчет, согласно которому Беларусь занимает предпоследние места в индексах законности смены власти и степени ограничения полномочий правительства. Но, видимо, этого непризнанному президенту мало, хочется же быть первым в размахе диктатуры. Так что подготовка к преступному референдуму продолжается. На неделе ЦИК засекретила имена членов комиссии и соображений их безопасности, что вообще-то противоречит избирательному кодексу. Однако участки уже открыты для посещений, чтобы каждый мог прийти и узнать все о предстоящем голосовании. К слову, потенциальных избирателей в стране стало меньше, причем существенно. В числе причин эксперты указывают демографию и миграцию. Тем временем демократические силы продолжают активную работу в рамках стратегии против преступного референдума. На неделе был опубликован новый ролик в поддержку компании с призывом 27 февраля приходить на участки к 14.00 в масках и приветствовать сторонников перемен по-белорусски. Все подробности вы найдете по ссылкам в описании, в том числе и в телеграм-канале «Инициативы. Честные люди». Ебатьки тоже готовятся к референдуму, причем так старательно, что даже стали участниками розыгрыша недели. В школы пришли фейковые письма от якобы Белой Руси, в которых учителям настоятельно рекомендовали провести акцию противодействия деструктивным силам, которые пытаются сорвать референдум, это цитата, и предложили сфотографироваться с двумя крестами. Первые отчетные фото появились уже через 20 минут, при этом покорные служители режима даже не задумались о том, что именно они демонстрируют, ведь два креста являются официальным символом стратегии демократических сил. Но главное же покорность и исполнительность. Но страхи режима никуда не уходят. Репрессивный аппарат продолжает работать, и в стране возбудили уже 9 уголовных дел, связанных с предстоящим референдумом. К активным белорусам продолжают приходить силовики, а некоторых вызывают на профилактические беседы в КГБ, в том числе и председателей товарищ-собственников, чтобы они сотрудничали и сообщали о неблагонадежных жильцах. Агент прокуратуры даже сформировало рабочую группу для усиления надзора за правильным ходом народного голосования. Следить за тем, как проходит референдум, какие фальсификации и нарушения замечают белорусы, команда Маланки будет каждый день в следующей неделе в прямом эфире. Расскажем обо всем, что нужно знать, и обсудим острые вопросы с экспертами. Так что не забудьте нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о стримах. Число политзаключенных в стране продолжает расти, но в этом отношении есть и хорошие новости. Известный белорусский философ Владимир Мацкевич, который после 10 дней на воде объявил в начале недели сухую голодовку, все-таки добился выполнения своего главного требования – расследования его дела. После резкого ухудшения самочувствия методолога к нему все же пришел следователь, и впервые за полгода дело сдвинулось с мертвой точки. Спасибо всем, кто принял активное участие в гражданской кампании в поддержку философа. Напомню, на неделе на Маланке вышел мини-фильм о Мацкевиче. Хотите узнать, что такое «Думать Беларусь» и почему так важен для будущего страны «Мыслитель»? Смотрите ролик по ссылке в описании. Но это еще не все хорошие новости. Благодаря усилиям нового посла Швейцарии в Беларуси на свободе оказалась теперь уже бывшая политзаключенная Наталья Херше. Благодаря усилиям фонда «Байсол» в безопасности теперь и известный своими ироничными постами в Твиттере блогер Михаил цыганков. Он эвакуирован из страны. Чем еще отметилась эта неделя? Конечно, премьерами от Маланки. На канале уже можно посмотреть документальный фильм Екатерина Иерусалимская о съемках сериала «Окрестина», а также свежий выпуск «Вброс опрос» с известным музыкантом Игорем Банцером. Доступен и специальный выпуск для спонсоров «Такие новости». И, конечно, наш культурный проект «Маланка-арт». А уже сегодня в эфире традиционный воскресный стрим с Дмитрием Семеновым и итоговый выпуск новостей регионов. Побольше всем нам хорошего на следующей неделе и спасибо за поддержку просмотрами, лайками и комментариями.